Всем привет, с вами Янгер, и вы на моем YouTube-канале. И сегодня в ролике у меня есть такое замечательное приобретение, как сейф. А внутри лежит кое-что интересное. А что это, можно узнать только если его открыть. А чтобы открыть, нужен ключик. А ключик у нас будет лежать в ледяном кубе, который нужно будет растопить и достать. И кто первый это сделает, тот и заберет содержимое сейфа. И участвовать в этом челлендже у нас будут Стас Кацуки. И Аслан Шукаши. Ты где со мной можешь не здороваться, брат? Ты придурок, зачем ты сел на плиту? Попробуй языком, не знаю, вылезать. Это морщинки. Черт, слушай, судак. Сейчас дисквалификация будет, ложку не гни. Чуваки, сегодня мы будем... Говори уже твой канал, говори, что мы будем. Что будем делать? Я же говорю растапливать лед. Хорошо, чем? Так сейчас я буду объяснять правила. Сейчас я буду объяснять, не перебивай. Сейчас у нас появятся кубы ледяные, внутри которых заморожены ключики. Ну, эй. Вот, я уже понял, вот так его поставлю. Кто быстрее разморозит свой куб и достанет ключ, тот забирает содержимое сейфа. Че ты зеваешься, неинтересно? Прежде чем достанутся ледяные кубы, скажу сразу. Нельзя ничем пользоваться. У вас все, что есть, это руки, язык, нос, ну короче, ваше тело. Ты придурок, зачем ты сел на плиту? Погоди, да я, по себе, встал стоять уже. Короче, вы когда-то растапливали ледяные кубы? Вчера вот, знаешь, дома. Ты тренировался, да? Да, вот делать нечего было. Он открытый, брат. Он открытый. Ты придурок, а как я его закрою, что ключи я заборозил? Перед просмотром этого ролика подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите в комментариях, за кого вы болеете. И слушайте Рон Дон Дон, который выйдет в марте, чуваки. Чуваки, чтобы вы понимали, сейф открытый. Да ты толпа... У вас на столах сейчас находятся два ледяных куба. Ваша задача, не роняя, никакие предметы не используя, кроме тех, которые я вам могу дать. Нужно его растопить. Можете руками, можете языком, как хотите. А так ударять можно? Нет, нет, нельзя бить, просто лежать должен. А вы можете начинать. Какая у вас тактика будет? Ну, я думаю, руками. А, не, 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 не. Нет, смотри, ты вообще хорошо делаешь. Ну, руки мерзнут очень сильно. Сейчас, бро, я сейчас за 5 секунд его разломаю. Нельзя ломать. Ну, в смысле, он сам разломается. Я его попрошу. Попробуй языком, не знаю, вылезать. Нет, мне кажется, это бесполезно. Мне кажется, нужно какой-то тактики придерживаться. Растапливать его так, чтобы он треснул в какой-то момент, и ключик был, типа, в доступе. Тебе нужно вот сюда, как-то вот так вот вынуть все, и чтобы ключик достать. Не будешь пушить, но попробуй дышать. Как будто бы все тщетно. Все, так и оставь, значит. У меня сердце екнуло. Ты знаешь, сколько бы я их замораживал? Еще на притяжении. Нет, 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 бро, так нельзя. Это машинки. Черт, слушай сюда. Тебе надо просто на месте. Я как учитель, за который доводят. Нельзя, бро, не бей. Они просто очень быстро туда разобьются. У меня есть парочка заготовленных вопросов. И кто из вас быстрее на них ответит, тот получает какой-то бонус, который может воспользоваться и приблизиться к ключу. Выходи, ключик. Выходи, блядь. Нельзя бить. По голове себе постучи. Будет три варианта ответа. Кто первый поднимает руку, тот первый отвечает. Если ты выбираешь неправильный вариант ответа, переходит к другому человеку. Первый вопрос звучит так. Кто выиграл чемпионат континентальной хоккейной лиги в 2009 году? Акбарс, ЦСКА, Авангард. Авангард. ЦСКА. Ты искал Авангард, ты искал ЦСКА. Теперь твой вариант ответа. Амбар. Этот первый. Ну, слушай, судя по тому, что остался один вариант ответа, да? Вы поняли, что из трех вы назвали два неправильных? Нельзя бить! Ты тутук. Вот это бить, понял? Вот так вот гладить. Стас, ты получаешь бонус. Держи. Вот это я крутой, конечно. Теперь ты реально крутой, блин. Вот это я крутой, да. Нет, нет, нельзя так бить! Аккуратненько. Мне кажется, как будто я учитель где-то на экзамене и типа запрещаем вообще все. О, смотри, он продвигается. Кстати, ложка тебе всего на минуту. Не-не-не-не-не, не бей так сильно. Ложку поломаешь, мне домой надо отнести. Ты из дома взял? Я хочу новую не пить. Лешка? Нет, нет, это другая ложка. Из другого дома, из другой семь. Из другой своей семьи. Нет, нет, нельзя так бить! Аккуратненько. Все, Стас, отдавай ложку. Минута прошла. Сейчас дисквалификация будет, ложку не гни. Что ты сделал с ложкой, как я и есть? Ребятки, не хочу прерывать просмотр ролика, но эксклюзивные моменты и все, что не входит в основной ролик, какие-то драки или за то, что заблокирует YouTube, я все выкладываю в телеграм-канал. И там вы знаете все первыми. Поэтому переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь. Там уже есть такие нарезки, как Не, брат, я не хочу туда лезть, я реально не хочу. Давай я подсниму на айфон. Что не попадает в этот ролик, будет все в телеграм-канале, ссылочка в описании. Например, по моему мужику туда вставишь? Да-да-да, продолжение с этих видео. Поэтому я жду тебя там. Ну а мы продолжаем просмотр ролика. Вы когда-нибудь зимой лизали ледяную трубу? Нет, я же не дебил. А слон сейчас это делает. Ладно, что вы испытываете в этот момент, парни? Вообще холодно. Итак, следующий вопрос. Никит, пишешь? Нет, он выпильдился. Он спит. Итак, следующий вопрос звучит так. Сколько часовых поясов в России? Шесть, восемь, одиннадцать. Руку поднимайте, кто первый. Ну, Стас, быстрее давай. Восемь. Это неправильно. Шесть. Это неправильно. Одиннадцать, да? Одиннадцать поясов не бывает столько. Ну сколько там? Красный, черный, желтый. Да-да-да, я же про эти часовые пояса. Окей. Как думаешь, что тебе достанется? Я увидел ручку. Ручку? Она дается тебе на две минуты. О, кстати, все нормально идет. Это Аслана вообще ни чуточки не сдвинулась. Все, отдавай зажигалку сюда. Да нет! Отдавай сюда. Все растопило. Что, как успехи? Ну, как будто, как будто, я не знаю. Нет, ну у тебя, кстати, хорошо. У тебя уже дырочка какая-то там есть. А вы знали, чтобы вода получилась прозрачной, ее нужно купить дистиллированную, два раза вскипятить, остудить и заморозить. Как видите, я это не сделал. Руки помою. Он думает, если он под кипятком помоет руки, они у него будут горячие. Но мне кажется, он просто сварит руки. Нельзя пользоваться водой! Это была хорошая идея. Но у меня руки теперь в ожоге, типа. Бро, у меня все в волдыри появляется. Попробуйте вот эту, попробуйте. Ты садист! Языком. Я не знаю, что они могут так. А ты кузовый, если все влажно. Итак, вы готовы к следующему вопросу? Я вижу, у вас чуть-чуть не получается. Самая длинная река в мире. Я еще не назвал варианты ответов, подожди. Амазонка, Нил, Янзы. Не-не-не, он с самого начала поднял. После варианта ответов он поднял первый. Он озвучил ответ, который самый первый правильный. Амазонка. Нет, подожди. Амазонка, Нил, Янзы. Ну, Амазонка. Нет, Нил. Нил? Да. Нет, Амазонка. Один вариант. Ну, я Нил тебе говорю. Хорошо, Стас. Если что, это неправильно, Аслан. Стас? Амазонка. Это правильно. Ты же нормально ответил. Нет, я Нил тоже помню, что-то он крутой какой-то. Нет, Амазонка, а на втором месте Нил. Итак, теперь тебе достается крутая штука в виде... Пользуйся как хочешь, у тебя будет 2 минуты. А что, помогает вообще, Стас? Помогает. Там дыра теперь. У тебя дырка, да. Он вот, вот, прям видно, как оно. 30 секунд последних у тебя в фен. Все, выключай. Три вопроса позади. Как вы оцениваете свои шансы? Ну, слушай, я думаю, я выиграю. А ты что думаешь? Я? Ничего. С Ланой вообще нет шансов. Я, я, даже никакой вмятины нет. Дурак, потому что я все равномерно, типа, он вот так... Ребят, напишите в комментариях, что вы использовали из подручных средств, чтобы быстрее растопить лед. И, кстати, пишите свои догадки, что находится в сейфе. Я думаю, вы созрели к следующему вопросу. Сколько океанов на планете? 4, 5, 6. Сколько? 5. Откуда он это знает? Реально? Правда? Реально, 5? Я, кстати, ни один океан не знаю, кроме тихого. Бро, тебе достается. Смотри, она тебе на 2 минуты. Вот такая штука у меня была на уроке технологии. Всегда. Асан, почему ты не стараешься отвечать на вопросы? Потому что я не знаю, брат. Давай что-то про... Блин. Так сразу не поймешь. Чего ты? У меня руки замерзли. Очень сильные. Нет, в целом, типа, оно примерно так и происходит. Брат, да у тебя вообще хорошо идет. Тебе я могу сказать, что ты молодец. Отдавай на задачку. Все. Пишите в комментариях, чья тактика из них двоих вам нравится больше всего. Так, следующий вопрос. Вы готовы? Да. Сколько хромосом в геноме человека? 46. Бывает 47, но это у некоторых. Ну, их всего 23, они парой. Идут, поэтому 46. Хорошо, но ты получаешь очень классный бонус. Я за ним даже дойду. Охереть, спасибо. Ты так добр. Это утюг. Реально он работает под водой? Или ты сейчас меня убить захотел? Слушай, вообще мне сказали, что, типа, он может загореться, но... Ладно, да. Не проверишь, не узнаешь? Да, что может случиться? Максимум, ну, умрешь просто. Короче, сейчас, когда разогреется, я тебе дам минуту на то, чтобы... А максимум как сделать? Все, этого я выкрутил, наверное, максимум. Вот, пар пошел. Давай, даю тебе минуту, погнали. Ну, это вообще имба, на самом деле. Ты можешь сливать воду и опять его ставить. Честно, не повторяйте это дома. Все, и поднимай по чуть-чуть, чтобы он так долго не это не был. Смотри на нем уже рисунок утюга. Бро, ты можешь, в принципе, все перечеркнуть, то, что ты мне давал до этого. Это самое имба. У него 30 секунд осталось. Ну все, а вы боялись. Итак, вы готовы к следующему вопросу? Я на вас смотрю, вы не готовы все. Слушайте, слушайте вопрос. Единица измерения силы тока. Это ампер, вольт, ватт. Давай. Ампер. Не, надо твоя рука. Стас, это правильно. Единица измерения сил электрического тока ампер. Она названа так в честь французского физика Андре Ампера. Да, вот именно. А ватт, это что на английском? Это вата. И бонус, который достается Стасу, это пила. Это поможет? Погнали. Э, реально? Охереть. Не, не, подожди, подожди, притормози чутка, притормози. Чуть-чуть, чуть-чуть, прям притормози. Что, почему? Ну, там еще есть пару заданий остались. Мне... Нет, нет. Нет, даже... Давай! Давай! Реально, я думал, что никто не дойдет, ну, типа пила вообще не поможет. Я тоже думал, что пила не поможет. Три, два, один. Все. Слушай, ну ты... Там прям ключик видно в этом разрезе. Слушайте, я в моменте подумал, что он сейчас так быстро достанет, и я офигею. А давайте так. Я сейчас даю вам ровно минуту, чтобы вы нашли какое-то подручное средство в комнате и этим распилили. Минута... Пошла. Давайте. Он читер. Просто. Давай, 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 минуту можете, что хотите. Фен, утюг, что угодно. Ты кипяток включил? Она просто растаяла уже. Реально? А, тут присоединиться. Ну подождите, лейте друг на друга, вы что, дураки? Он ключ! Все, 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 время, время, время. Все, все, достаем. Это реально читерство. Нет. Давай сюда сместите. Я бы тебе дал. Я всю игру, я всю игру стремился к победе. Я бы тебе дал, если бы я выиграю, конечно. Конечно. Все, давай, открывай. Уху! Тут миллиард денег. Да. Миллиард денег. Это настоящие бабки? Вот. Половина. Врат. В этом ролике все пошло вообще неожиданно. Стас лидировал, отвечал на вопросы, понимал, что он не зря учился в школе, знает какую-то информацию. Аслан. О, вода. У него даже ключа не видно было всю игру. Он утюг чуть подержал, там вообще далеко. Если вы досмотрели видео до конца, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, напишите в комментариях, каким способом вы воспользовали, чтобы растопить этот лед, и на что потратили бы 200 тысяч рублей. 15 тысяч лайков, и новое видео выходит сразу.